Так, сегодня праздник китайский Новый год и по этому поводу я делаю лунные пряники. Вот здесь вот поджариваю орешки, кокосовую стружку, кунжут, мускатный орех, имбирь, корицу. И потом это всё отправлю в блендер. Тут вот у меня уже почти масло растопилось для теста. Так что самое главное блюдо дня будет готово. Теперь во всю эту перемолотую красоту я добавляю маш, который я заранее уже сварила. Тоже пропустила через блендер. Это, конечно, немножко странный ингредиент. Как говорится, в бочку мёда ложка лёгтя. Даже тут поболее придётся, чем ложка. Не знаю. Вроде китайцы такое и едят. Посмотрим. Эх, пирожки с горохом, кунжутом, имбирём. И чем там ещё? Кокосовой стружкой. Это, конечно, что-то. Самое главное в этом деле, это на 3D принтере распечатать вот такую красивую форму для наших будущих пряничков. Та-дам! Ну всё, начинка готова. Шарики из неё я скатала. Теперь буду формировать прянички. Так. Так вот. Так вот. Потом как-то вот так вот. О-о-о. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и настал Новый год стальной крысы! Ура! В этот день китайцы пекут вот такие замечательные лунные пряники. Я их тоже испекла, надеюсь, крысе они понравятся. Вкусно! Еще я вам советую обязательно прочесть Гарри Гаррисона «Стальная крыса». Она оценит! И пусть это замечательное существо вам во всем помогает! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok